Добрый день! Жизнь в мегаполисе имеет свои плюсы и минусы. И важно знать, где ваше здоровье может подвергнуться опасности. Путь первый. Вдыхаемый воздух. За сутки вы вдыхаете примерно 10-12 кубических метров воздуха. Ну, не дышать вы можете, но не больше 5 минут. Через 5 минут наступает биологическая смерть мозга. И вы становитесь, ну, такой ведете травянистый образ жизни. С воздухом вы вдыхаете не только кислород, но и примерно 4,5 миллиона, любое из них, химических веществ, которые человечество вело за свою цивилизацию в окружающую себя среду. Важно, как правильно подготовить воздух, каким воздухом дышать, как дышать. Ну, и как подготовить хотя бы легкие сердечно-сосудистую систему, через которую воздух входит в ваш организм, через который разносится по организму так необходимый кислород. Опасность вторая. Питье. Без воды человек может находиться немножко дольше, в экстремальных условиях до суток, в оптимальных условиях 5 суток. После этого наступают необратимые изменения во внутренних органах, ну, и человек погибает, возврату не подлежит. За свою жизнь человек употребляет примерно 80 тонн воды. И очень большое значение имеет качество этой воды. С водой в вашей организме могут попасть бактерии, токсины, вирусы. Ну, и можете просто воду поднять. Многие понимают, что вода не совсем того качества, начинают ограничивать, попадают в состояние хронического водного голода, ну, расплачиваются первично патологии почек, там развивается солевой диатез, песочек постепенно превращается в камушки, возникает воспалительный процесс, вначале это пиелит, затем цистопиелит, когда песочек периодически покидает ваш организм, автоматически у мужчин раздражается простата, появляется простатит, чуть попозже появляется воспалительный процесс, собственно почка, пиелонефрит, а это чемпион по почечной недостаточности. Вторично, после почек страдают другие системы, у женщин можно хроническое водное голодание обнаружить в виде мастопатии в молочных железах, в виде фибромиом-миом в матке, попытка удалить токсины вот этим путем заканчивается тем, что появляется эндометриоз, появляется эрозия шейки матки, то есть это достаточно такие интересные состояния. Ну, у мужчин и у женщин вот эти токсины, которые не вышли через почки, могут накапливаться в щитовидной железе, многие знают такие диагнозы, как узловой токсический зуб или аутоиммунный тиреотит, это состояние связанное напрямую с плохой работой почек по удалению токсинов, потому что просто им не хватило воды. Важно не только знать количественный фактор, сколько воды употреблять в сутки, потому что ее нужно привязывать к весу поверхности вашего тела, но и качество воды, как воду сделать безопасной в химическом отношении, в микробиологическом отношении, то есть по отношению к бактериям, микробам, как правильно подготовить воду, потому что не все способы подготовки воды, они достаточно безопасны и достаточно эффективны. Скажем, распространенное хлорирование, после этого в воде не только хлор остается, появляется такая вещь, как хлороформу, выпить поэтому на ночь воды иногда полезно, то есть лучше сон, но там еще появляется 4-х хлористый углерод, а это гепатотоксичный ям, то есть человек попил воду, и жировая дистрофия печени, погибла печень. То есть таким путем тоже не стоит идти, воду нужно просто правильно готовить, правильно употреблять, и тогда ваше здоровье будет не опасностью. Опасность третья. Продукты питания. Мегаполис, в принципе, когда он растет, он достаточно далеко от себя отдаляет плодородные земли, где можно вырастить более-менее натуральный продукт. Но мегаполис или крупный промышленный центр, он характеризуется еще и тем, что это источник достаточно токсичных веществ, которые на этих огородах оседают, и с этими продуктами питания могут вернуться в ваш же организм. Поэтому очень важно понимать, как выбрать качественный продукт питания, как его правильно приготовить, чтобы и эту опасность уменьшить. Опасность четвертая. Эмоциональный стресс. Ну, мегаполис предполагает, что людей достаточно много, поэтому и мега. Или крупный промышленный центр, там тоже не будет работать один человек, он не будет обслуживать производство. А большое количество людей предполагает, скажем так, трение между ними, и вероятность развития конфликтной ситуации, то есть эмоциональный стресс. Эмоциональный стресс, пожалуй, чемпион по нарушению здоровья человека. Почему? Потому что очень быстро меняется вязкость крови, и появляется очень приличная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, как минимум. Все остальные предыдущие виды стрессовых факторов, они тоже влияют, но они больше создают такой неблагоприятный фон. А выносит переговор, как правило, эмоциональный стресс или физический стресс. Если вы в уставшем состоянии попытаетесь заняться физической нагрузкой, я думаю, что у вас мало что хорошего получится из этого, потому что при физической нагрузке появляется дефицит кислорода, сердце вынуждено работать в интенсивном режиме, увеличивается частота сокращения сердца, должна увеличиться мощность работы сердца, должно подняться артериальное давление, то есть вы попадаете на несколько рисков сразу. Если сердце сильное, оно поднимет артериальное давление, вы рискуете как минимум гипертоническим кризом, как максимум инфарктом, либо инсультом. Если сердце слабое, оно просто останавливается, и появляется острая сердечная недостаточность. И без видимой причины, в кавычках, человек внезапно умирает. Вот эти все виды факторов, стрессовых факторов, они важны, они в мегаполисе проявляются очень сильно, очень рельефно, и очень серьезно влияют на ваше здоровье. Поэтому если вы понимаете, что жизнь в мегаполисе это не такая простая штука, вы должны понимать, как управлять вот этими стрессовыми факторами, и тогда ваше здоровье в мегаполисе будет внеопасно.